По самому простому, вот шкала госпитальная, шкала оценки тревоги и депрессии. Этот тест из 14 вопросов скажет многое о вас психотерапевту, а нужно-то всего лишь описать. Испытываете ли вы внутреннее напряжение, приносит ли повседневные занятия вам чувство удовлетворения и даже следите ли вы за своей внешностью? Надь, ну норма, два балла всего, нет депрессии. Как нет и беспокойства, зато есть чувство бодрости и различные способы получения удовольствия. При депрессии симптомы были бы совершенно противоположные. Это сниженный фон настроения, это адинамия, то есть вялость в поступках, в движениях, медлительность. И это ментальное нарушение, то есть замедленность речи мыслительных функций. На фоне депрессии и черные мысли появляются, а зачем я живу? К сожалению, статистика только подтверждает, весной количество суицидов возрастает. Не случайно в обиход, в том числе и врачи, вошло такое понятие, как весеннее обострение. Связывают это в первую очередь с изменением солнечной активности и скачками давления. Привести погодные изменения могут как к депрессии, так и напротив, к маниакальному состоянию. Это повышенный фон настроения, раздражительная слабость. То есть они легко вспыльчивают, тут же хохочут, тут же гневаются. Такие люди редко обращаются к специалистам, ведь оценивают свое состояние как превосходное. Не доходят до кабинета психотерапевта и те, кто забывают простую истину – все болезни от нервов. Выйти из состояния весеннего нервного обострения помогут не только медикаменты. Диета помогает, ягодная диета, фрукты были, говядина. Чередование труда и отдыха тоже помогает. Занятия спортом, отдых, без сомнения, такой активный. В мягких креслах разговор по душам. И так тоже можно помочь человеку. Марина – психотерапевт с 15-летним стажем. Уверена, кризисы, состояние нестабильности и недовольтворенности переживают практически все. И этот момент заметен окружающим. Может повышаться тревожность, могут увеличиваться страхи. Часто бывает так, что даже нарушается сон и аппетит. Люди становятся в этот момент более раздражительными. Они чаще всего так начинают отгораживаться от общения. Это замкнутый круг. С человеком нужно говорить, но он этого не желает. Помогают специалисты, но важна и поддержка близких. Больше выходить, например, общаться с людьми, вспомнить, какие есть приятные увлечения. Всегда лучше, если есть человек, на которого можно опереться, который может подержать за руку. Наиболее психически устойчивы и легче переживают жизненные кризисы люди, которые получили в детстве достаточно любви. Кто знает, что семья его примет, несмотря ни на что. КОНЕЦ КОНЕЦ